Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и мы продолжаем вместе с вами по-телевизионному встречать этот 2021 год. Совсем недавно отгремели залпы салютов, и, несмотря ни на что, мы встретили этот год, несмотря ни на что, потому что, сами знаете, каким был 2020. Наверное, многие хотели побыстрее с ним расстаться, но он был в нашей жизни, и мы с этим годом тоже делили все беды и радости. Ну и о том, каким был год прошлый и каким, надеюсь, будет 2021, своеобразные прогнозы, мы хотим услышать сегодня от депутата Совета депутатов городского округа Люберца, Мамеда Кискиновича Азизова. Здравствуйте, Мамеда Кискиновича Азизова. Здравствуйте, Мамеда Кискиновича Азизова. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с Новым годом. Спасибо. По-восточному, у нас же сейчас модно, да, совсем скоро, в феврале, там, я точно, правда, не знаю, будет год быка, то есть он должен быть таким уверенным, но, правда, что когда ему какую-то тряпку показывают, он туда и бежит. Вот вы верите в какие-то астрологические вообще вещи, как человек в данном случае, как просто во что-то, что вот счастье, может, на Новый год загадываем желания, верите? Ну, как же без веры? Надо верить в то, что ты верил в детстве, в юности. Понятно, уже вера другая, более осознанная, не такая уже, ну... Надежды еще есть. Да, надежды, без веры жить нельзя. Конечно, верю, но надеюсь, если говорить о Новом годе, о Старом годе, я очень хочу, чтобы в прошлом году оставалось все вот те тяжести, впервые, которые навалилось на голову человечество в виде пандемии, карантинов, болезней непонятных, которые... Социальные дистанции. Да, социальные дистанции, эти маски, хотя пока нет, надеюсь, все это останется, хотя бы масса процентов под 90, а все доброе, хорошее будет в этом году. Без надежды, без веры, без любви жить вообще нельзя. А Новый год, праздники, это все связано, вот атрибуты вот трех... Вот не отберешь у нас праздник, как бы там ни было, да, какая бы ситуация была, но праздник не отберешь. Все равно будет улыбаться. Да, да, улыбаться. И все-таки были какие-то депутатские серьезные, важные дела, которые решались. Здесь депутаты, ваши коллеги, тоже здесь у нас были в 2020 году, и я задавал такой вопрос, как, насколько сложно было работать на этом, так называемом, удаленном режиме, когда депутаты есть, а иногда, наверное, все-таки встречаться с избирателями было просто невозможно. Каким этот год, вере, прошлый год, видите, мы еще не привыкли, запомнится для вас, как для депутата? Ну, как для депутата, хочу сказать, конечно, того общения, которое, в общем-то, нуждаются люди, в общении с депутатом, депутат с депутатом, того не было, это определенный отпечаток принять решение, конечно, наложило. Ну, честно, чисто по депутатской линии, все вопросы, которые у нас ставились перед нами жителями, там, органам власти, исполнительные, мы все вопросы решали в режиме, как вы говорите, видеоконференции, спасибо за это коллегам. То есть работа не останавливалась? Не на одну секунду, у нас председатель совета депутата Антоний Сергеевич очень энергичный, очень конструктивный человек, поэтому все решения мы вовремя принимали, и не все, которые, в общем-то, в рамках действий законодательства мы принимали. А единственное, как депутаты уже отдельные личности, встречи с жителями, я их ограничил максимально, потому что, во-первых, жители, ну, поймите, это же сегодня тяжеловато, у каждого свои проблемы. У меня есть помощники, которые встречались на расстоянии, социальное расстояние, атрибуты, там, маски, перчатки, ну, были вопросы, которых нельзя, невзирая на все карантинные мероприятия, надо было дойти до человека. Мы доходили, мы принимали решения, мы помогали, и ко мне приходили, я спускался сам, чтобы, я на четвертом этаже работал, чтобы люди не ходили, не мучились, поэтому максимально старались. Конечно, по-другому, конечно, похуже. Ну, что делать? Ну, как говорят в таких случаях, человек же ко всему привыкнет, лишь бы здоровье было, когда люди понимают, что надо друг друга беречь. И все-таки, какие основные вопросы ставили? Они все те же, традиционные были, или какие-то появились новые, а какие-то ушли? Ну, вы знаете, мы же депутаты все-таки округа, глобальных вопросов мы, которые у людей есть, мы не решаем. Для этого есть депутаты областные, думаю, на своем уровне, есть депутаты государственные, думаю, да, есть другие органы власти. Но мы решали те вопросы, которые мы можем решать. Вопросы, которые сегодня задают нам жители, они не такие уж глобальные. Ну, кому-то надо поддержать с лекарствами, кому-то надо помочь что-то поменять в квартире. То есть социальные такие? Ну, социальные такие, чисто человеческие, бытовые. Я почему говорю об этих вопросах, потому что я как руководитель данной организации, занимающейся эксплуатацией содержанных жилом фонда, мне легче это все решать в рамках тех полномочий, которые у меня есть. Кому кто-то другим делом занимается, коллега, ему легче другой вопрос решать. Поэтому по своей линии, которую, по основной деятельности, мы же не освобождены, мы стараемся все вопросы решать. Ну, такого не было, например, у человека потекла вода, да, он перезванивает компанию, ему говорит, так карантин же, чего мы не придем. Нет, 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 это прямая обязанность уже без депутатства. Конечно, нет, ну как, ну за 40 канализаций, ну как можно его на карантине, на удаленке, я в РОС сейчас говорил, его только сейчас и немедленно, не дай бог, последствия ужасные. Ведь, поймите, вот любую вот такая вещь, мы должны реагировать немедленно, потому что для нас можно обернуться потом исками судебными и издержками за это. А вот еще такой вопрос, который многих волнует, даже вот в новогоднем эфире, тем не менее. Вот у человека, например, стиральная машина потекла, у меня, кстати, недавно было, но я успел все локализовать. Или, например, что-то случилось с его, там, значит, ванной или с туалетом что-то случилось, и вот он залил соседей. К соседей приходят и говорят ему, мил человек, ты нас залил, давай нам 10 тысяч рублей, ну так, в лучшем случае. Вот, и человек бежит и дает. Это правильно он делает, или все-таки можно как-то не давать денег? Вы знаете, если он виноват, он делает правильно. Есть граница ответственности, управляешь компанией, есть граница ответственности в собственнике. Ну, то есть, если не управляющая компания ставила эти все вещи, да? Да, конечно. Я сторонник того, что вовремя решить. Договариваться с соседем лучше решить любезно. Потому что любые издержки, они в разы уже увеличиваются, по примеру, потому что эксперт же за деньги работает, он такую смету сделает. То есть суд будет невыгоден. Он на всю жизнь поругает с соседом. Лучше по-любому на местах договариваться. А вообще участили случаи проливов, каких-то таких аварийностей, скажем, бытовых? У нас нет. Или они традиционные? У нас нет. Мы же все-таки серьезная организация. Мы все трубы в свое время поменяли процентов 95. Поэтому у нас, слава богу, есть куда без них. Но могу сказать вам цифрами. Если 10 лет назад в месяц было это миллиону пять заливов тех, сегодня это максимум 500 тысяч. Для нашего жилом фонда, где 5 миллионов квадратов, это не о чем. Мне вообще кажется, что раньше, еще в советское время, вот когда трубы, я помню, меняли батареи, еще чуть ли не при Сталине. И когда ее срезали, то там только спичка могла пройти чуть-чуть. Есть. Ну, хорошо. Это ваши любимые вопросы, вопросы, дела. А теперь вернемся все-таки вот к этому депутатскому, депутатской ответственности. Вы работали в онлайн-режиме, как-то люди к вам обращались. Как эта работа строилась? Лично вы? Смотрите, и это было. Онлайн-режим тоже было. Мы проводили, а потом онлайн-режим проводил. Голова проводит. Я там тоже участвую. А избиратели как с вами участвовали? Я же говорю, и я проводил. И совет депутатов, и коллег. Мы участвовали максимально везде. У меня, поймите, у меня жильщинственное управление, они в каждом микрорайоне. Мне легче, как и депутатам, как руководителю. Мои помощники там проживают, мои помощники там работают. Откуда сигнал сразу? Конечно. Не обязательно там в виде конференции. Мы все вопросы решаем, потому что у нас непосредственно связь. Вот офис, вот люди. Поэтому у нас в этом плане социальная коммуникация очень хорошо налажена и доступен. Я всегда сам принимаю до этого и сейчас максимально старый. Сегодня вот успел до эфира уже побыть в одной квартире. И так почти каждый день. А вообще изношенность, есть такое понятие изношенность фонда. Я уж не знаю, правильно я называю или нет. Мы вступаем в Новый год. Есть ли какие-то планы что-то опять там с трубами или что-то менять? Или по вашей, так скажем, депутатской линии есть какие-то задумки? Вот мы обсуждали с вами, например, работу мусоропроводов. Может быть, их тоже как-то надо по-другому устроить. То есть какие задумки в этом году у вас как у депутата? Ну, вообще это не задумки депутата. Депутат все-таки не трубами должен заниматься. Он в основном должен заниматься человеческими и трубами тоже. Он просто знает, что трубы у вас. Да, 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 да. Спасибо. И человеческие проблемы? Ну, конечно, есть планы. Конечно, есть приоритеты. Конечно, есть акты, осмотры, обходы. Конечно, есть фонд капитальный ремонт. Конечно, есть... Все это есть. Куда же без них? Мы работаем все в рамках... Я же только что сказал, что у нас практически для нас трагедия текущей стояк. У нас его нету. У нас трагедия текущей крови. У нас практически нету. А какие еще есть проблемы, не связанные уже с ЖКХ? с которыми к вам люди приходят, и вы вынуждены... Ну, у вас же, опять же, депутатский корпус. Да, ну, честно скажу, есть... С медициной есть проблемы. Есть проблемы транспорта. Да и вы знаете. Есть проблемы, связанные с благоустройством... Площадок. Проблемы там... Прозба, я бы сказал. Да они куда делятся. Они кругом есть, иначе мы бы... Но жизнь продолжается. Да, да, поэтому они есть. Они разные бывают. Вот сейчас говорить вот что-то вот конкретное. Люди приходят со всякими проблемами. Наша задача, ну, максимально поддержать, помочь, иногда даже советуем. Люди просто приходят поговорить. Проблем нет, ну, есть такие тоже. Ну, общаемся. Хотят участвовать в естественной жизни. Да, да. Когда началась в прошлом году вот эта история с пандемией, когда мы перешли на режим повышенной готовности, то кое-где пошла информация, что вот там депутаты спрятались, сидят там у себя в онлайне и так далее. Ну, знаете, как люди же по-разному реагируют. Вот, ведь депутатская работа, это же не каждый день быть на виду. Наверное, это работа, когда нужно обзванивать, приходить, искать. И многое люди саму цепочку работы не видят. Вот как вы доносите эту информацию до людей о своей работе? Потому что, когда приходит время выборов, надо объяснить, что вы это делаете. Я имею в виду вы и ваши коллеги, что вы это делаете лучше, чем те, кто тоже хотят быть депутатом. Вы знаете, я честно скажу, депутат это не поможник начальника ЖЭЛ. Люди иногда путают. Ну вот, он не думал прав, он не главврач. Он, вот, есть вещи, которые, ну, есть свои обязанности, которые, ну, он должен исполнить в сфере законодательства Российской Федерации. Поэтому, кто понимает, тот понимает. Кто не понимает, объяснит, ну, время терять. Поэтому, кто-то куда-то ушел. Ну, я скажу, что, я предлагаю всем уйти, всем беречь себя. Не только депутатам, но и жителям, и каждым из нас. Не просто говорят... Когда всех просили, да, посиди. Да, ну, в чем проблема? Ну, мы что, если, допустим, есть ограничения, а что, депутат должен быть на баррикадах, что ли, или президентами? Да не нужно. Он такой же человек, у него такой же здоровый. Он должен соблюдать свои примеры. Конечно, это даже не обсудим. Своим примером, наоборот, нужно показать, что этого нельзя делать, это можно делать. Поэтому никто никуда не уходил. Я только что говорил, все вопросы, которые были поставлены перед советом депутата, мы все вопросы решили. И вот о том, как вы их решали в этих условиях, я имею в виду с помощью электронных средств связи, мы сейчас поговорим после небольшой паузы. Напомню, что у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, Мамед Кискинович Азизов. На некоторое время прервемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, Мамед Кискинович Азизов. Мы продолжаем нашу новогоднюю программу. Говорим в легкой форме о действительно важных проблемах, потому что депутатская деятельность, а этому у нас сегодня больше посвящена программа, она очень часто бывает тем, может быть, последним островком для людей, за что они могут уцепиться и получить помощь. Вот возвращаясь к теме, опять же, существования в том числе и Совета депутатов в онлайн режиме, я так понимаю, что интернет пришел к вам на помощь. И как вы работаете, потому что я узнал, что много публикаций о вас, за год более ста. То есть это означает, что люди, может быть, те, которые знали, что Совет депутатов есть, и есть даже такой депутат, но пока мы не пришли все вместе в интернет и в этот режим онлайна, то есть увеличилось число, которые стали, может быть, замечать, что Совет депутатов работает, и что есть какие-то проблемы, с которыми можно обратиться, и депутат их решит, так? Надеюсь, так, потому что они видят, что активность депутата конкретного и Совет депутатов, и есть реакция, есть ответная реакция. Вот оно и порождает то, что вы сказали, количество... Это много и мало, я не знаю, но, естественно, мы старались максимально все вопросы, которые задавались, все нам отвечают и быть доступным. Выезжали, фотографировались, отправляли фотографии. Вот, да и многие коллеги, я скажу, что, честно скажу, я не самый активный депутат. Есть более активная молодежь, которая, в общем-то, наверное, им более доступна, это более привычно там находиться. Ну, есть такое выражение, что люди живут там. Слава Богу, депутат должен быть скромен, я там не живу, но быть много современным, это моя прямая обязанность. И как человек, и как депутат, и как руководитель. Ну, у вас помощники же есть, да, которые тоже собирают ту информацию? Конечно, конечно. Мы в Фейсбуке, мы в Инстаграме, пожалуйста, заходите, смотрите. А вы сами ведете какую-нибудь страничку свою? Я имею в виду не только как депутат, как... Как блогер. Да, вот как... Боже упаси. Хорошая погода сегодня. Боже упаси, нет. Почему боже? А мне кажется, что вам есть, о чем вы сказали. Мне есть, что сказать. Ну, я любитель, что сказать, самому собой сказать. Я не хочу... Не публично. Ну, знаете, ну так, есть вещи, которые... Твой внутренний мир. Но зачем, вот, простите, я уже пожил. Кому надо мне поедать? Зачем знать, что я ем сейчас? А вдруг у вас рецепт какой-то интересный? А люди вот фотографируют... Нет, рецепт одно. Что я ем и выставляют. Ладно, рецепт сам приготовил. Нет, ну, что поел в ресторане или там в кофе. А кстати, вы умеете готовить? Я умею готовить. Я как сын своего отца покойного, он очень любил, и я люблю. Ну, честно скажу, на это времени хватает. А то, что я готовлю, оно может быть для взрослых. А мне хочется внуку покорить, а они не любят мою еду. Вот. Поэтому тут ограничения. Поэтому внукам не нравятся мои еду. Ну, а кстати, внуки увидели, что дедушка активизировался в интернете, что как депутат-помощники, там какие-то лайки, люди пишут. Они почувствовали, что стал ближе в плане онлайна? Слава богу, у них свой мир. Им это надо. Ну, я не хочу, и я не хотел бы. Вот дедушка, вот. Пусть они живут в своей садевской, в школьниках жизни. Нет. Нет. И я стараюсь, честно скажу, даже вот и детям говорю, оградить максимально от всего этого. По времени даем. При мне. Я не знаю, родители что там ограничены. То есть должно быть человеческое общение, а не электронное. Должна быть улица. Должна быть какой-то дружеский, в общем-то. Я иногда наблюдаю, извините, мы уже говорим праздник. Откровенно. О жизни. Я иногда наблюдаю, заходишь в какой-нибудь, ну, допустим, в ресторан бывает, друзья, товарищи. Сидят молодые по 3-4 часа. Между собой ни разу два слова не прикидываются. Все сидят и улыбаются. Вы представляете? Это же... Человеческое общение, да. Для нас, вот, для нас... Так и для нас. Это ненормально. Для них это обычно. Я туда не лезу. Дай бог им здоровья. Пусть они тоже... Но, смотрите, с другой стороны, смотрите, насколько все-таки интернет, правильно выстроено общение, в том числе и вас, как депутата, ваших помощников, и люди могут обратиться. Вот если бы этого всего не было, вот представляете, пандемия. Все, никуда не придешь. Все будет. И поэтому эти вопросы решались очень быстро. Согласен. Появилась удаленка. Кстати, возвращаясь к вашей работе непосредственно. У вас же кто-то работает, но удаленки те, кто не должны конкретно делать эти же самые трубы. Все дни, 365 или 366, кто должен работать, 24 часа в сутки работают. Это аварийные бригады, я говорю. Там представлены электрики, сантехники, плотники, стойлеры. Куда без них. Но, кстати, 366 было в прошлом году. А вот в этом уже будет 365. Ну, я поэтому и сказал. Уже не високосный. Слава Богу. Как вы встречали Новый год? Какая у вас, может быть, какая-то традиция? Наряжаете ли елку, внуки, дети, вся семья собирается? Как это происходит? Знаете, если я скажу все, как у людей, он скажет, что-то он скучный. Он скучный. Все, как у людей. И елка, и внуки, и дети, и одна семья, слава Богу, рискнула. Но вы же говорите, что первый тост. Да, да, я же старший товарищ приехал с семьей. У него один ребенок. Поэтому все, как у людей. И, думаю, четвертого числа поехали в гости. Все нормально. Отлично. Все, как у людей. Хорошо. Ну, вернемся к разговору. Все-таки год только начинается. Кстати, этот год парламентских выборов 2021. Сейчас начинаться будет. После того, как схлынет новогоднее настроение, потихонечку начнется кампания. Она, конечно же, коснется, я думаю, депутатов всех уровней. Потому что будут проходить, скажем так, варианты, кто пойдет, кто не пойдет и так далее. Но это большой парламент. А какие планы у вас, как у депутата? И, возможно, вы нам озвучите какие-то планы совета депутатов. Что хотелось бы в этом году сделать в городском округе Люберцы? Ну, там программ достаточно. Мы хотим продолжить все доброе, которое было. Это и детские игровые площадки, это и асфальтирование многих улиц, которые в прошлом году были планы. Это установка светофоров. Это оказание помощи конкретным людям. Ну, и принятие нормативных всех и правовых актов. Да все то доброе, которое было. А много, кстати, было поставлено на паузу в прошлом году в связи с пандемией? Ну, вы знаете, были вопросы, которые... Ну, не первой важности. Нет, не так много. Ну, в начале пауза, потом уже, когда ограничения были сняты, мы все-таки все вопросы порешали. То есть, а как это вот после того, как новогодние праздники закончатся, будет заседание Совета депутатов и будет уже идти прямо по повестке дня? Я думаю, в режиме в виде конференции, потому что, вы же видите, продолжается. Мы же надеемся, что весной все-таки как-то выйдем уже из этого состояния. Поверьте, вот я как депутат, как дедушка, я уже извиняюсь, как генеральный директор предприятия, где вот под роду деятельность, и я самый заинтересованный человек. Понимаете? Иногда даже вот Новый год могли бы 3-4 дня, уже боишься, отправляешь внуков обратно и друзей, что есть ограничения. Да, и надо, конечно... Но, с другой стороны, согласитесь, мы уже и привыкли к ним. Да я уже не говорю про рыбалки, про эти вещи, вообще не едем. Зимний так и не поехал. А вы рыбак? Да я люблю, но... Вы знаете, у нее есть одно положительное качество, я нигде с ума не схожу. Я ровно отошу всему по чуть-чуть. А есть вот заядливые охотники, заядливые рыбаки. Я не сторонник резких движений. Оно и так все аккуратно. Я... Да, приглашают, поеду. Сам никого не приглашу. Понятно. Есть настроение, порыбачить, да. Нет настроения, не буду рыбачить. Был на Камчатке, на охоту ездил, друзья. Не захотел, не стрелял и не буду. Ну, спокойно отношусь. Ну, я так понимаю, что у депутатов в этом году, а то, что так встречались не так часто, да, но там до пандемии, потом, может быть, в середине еще чуть-чуть. Как поздравляли-то с Новым годом друг друга? Просто в системе онлайна или по телефону? Телефон, телефон, слава богу. Не было никакого такого? Нет. Мы, я же, и даже корпоратив впервые, на моей памяти мы не стали делать. Ну, можно же было по видеосвязи сделать, как это сейчас смотрят. Мы собрали по отделу, поздравили. Я знаю, что вы для детей своей компании, да, где работаете, подарки новогодние. Это традиция такая? Обязательно. А что в подарок входит? Ну, сладости, специальный год быка, игрушка. Там красивый бык, такого размера. Там всевозможные виды килограмм-полтора конфет. Ух ты. То есть это не три-четыре? Нет, по-моему, полтора-два даже. Ну, пускай, могу ошибиться. И довольники нравятся. Мы заранее заказываем каждый год. Я благодарен нашим представителям правкома Ольге Вендикиновне Докукиной. Она у нас давно. И она умница в этом плане. Не оставляю. А я еще больше скажу вам. Учитывая, что радости у нас с этим делом меньше. Отменил корпоратива. Я нашел возможность каждому сотруднику по окладу. Мы дали перед Новым годом. Вот вы сейчас набираете себе новых сотрудников этим заявлением. Ждите заявки. Слава богу, текучести нет. Но будем рады. Мы же тоже стареем. Мы обновляем коллектив. К сожалению, кто-то болеет. Это тоже было. Дали по окладу. Потому что Новый год есть Новый год. А вот, кстати, сейчас, опять же, возвращаясь к недепутатской вашей деятельности. 2021 год. Люди сейчас будут отмечать, тратят деньги. Некоторые отмечают до 1 февраля. А некоторые до 1 мая. Вот скажите, когда тормозится выплата по... Да. Когда начнут в марте? Самый тяжелый месяц по сбору. Это январь. Январь. Все забывают. По-российски, грубо говоря, наверное, многое пропиваю. По воле судьбы. Ну, 10 дней. Я вот честно, человек, я категорически против 10 дней. Может быть, у меня отпечаток профессиональный. Все равно работаешь. Хочется. Куда тоже эти дела? Ну, куда 10 дней? Ну, для чего она? Может быть, кому-то хочется на лыжах поехать. Я вообще на лыжах не катаюсь. А если пригласят, как вы говорите? А может, мне обидно, что я 1-10 дней коллектив работает, а многое отдыхает. Может, такое во мне сидит. Но я считаю, это много. Я считаю, много, но лучше, слава богу, вот где-нибудь в мае было бы неплохо. Но это как человек, я рассуждаю. Я надеюсь, оно достойно. Да, все-таки, вот как человек, который живет, как человек, который работает, как человек, который работает депутатом, что вы лично ждете от 2021 года? Что бы вам хотелось, чтобы изменилось в работе, в жизни? Ну, знаете, что я хочу? Чтобы мир с ума не сходил. Вот те заявления великих политиков, и та война, которая у нас в Советском Союзе была недавно, я считаю, Советский Союз, в моем душе он остался. Он никуда не делся, не развалился. Я там родился, есть родина, да? В Карабахе, чтобы войны не было, чтобы люди добрее были друг к другу, чтобы агрессии было поменьше. Вы не дадите мне соврать, что ее становится больше. И я сегодня имел беседу, там разговаривал с людьми уважаемыми, опять вернулся в Советский Союз. Было очень мало мечетей, церквей. Вспомните, какая духовность была. Я хочу, чтобы люди были духовные, более нравственные, чтобы были, чтобы понимали, слышали друг друга, чтобы останавливались, а не бегали все время, и не спотыкались от бега, и не сломались, и что-нибудь. Ну, я понимаю, утрирую. Ну, хочу, чтобы человек был понятен себе подобному, чтобы друг друга мы опять услышали. К сожалению, вот, скажем, годом все это, вот вы говорили, високосный год, да, тяжелый по всем этим. Я не хочу, чтобы к концу 20-го, 21-го года мы не говорили, какой хороший был 21-й год. Вот 20-й год. Ну, то есть, чтобы мы не говорили, 20-й год прошел, был тяжелый, 20-25 придется, скажешь, блин, 5 лет назад такой хороший год. Вот этого не было, чтобы каждый раз думали, что предыдущие хуже прошлого. Чтобы все шло более к лучшему, к чистому, к благородному. Ну, вот такие вот мне пожелания. Вот это можно считать вашим поздравлением всех с новым 2021 годом. Вас, вашу семью, вашим лицем всех депутатов, всех, кто работает на благо городского округа Люберца, чтобы было меньше чрезвычайных ситуаций, но чтобы все были здоровы. Спасибо. Это самое главное. Спасибо. У нас в гостях был депутат Совета депутатов городского округа Люберца Майонеткин Скинович Азизов. И наша программа продолжается. Как всегда мы говорим в это время, коли елки у нас стоят, с Новым годом. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин